Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Путалибова и сейчас коротко о главных событиях выпуска. В городе Каспийск новый мэр. На пост краноденчальника избран генерал-майор Борис Гонцов. Непреодолимые тяготы. В Кизляре в обществе слепых подняли вопрос неприспособленности условий для незрячих. Более чем на сотню безработных стало меньше. В Кизелюрте запущена антикризисная программа. Мэром города Каспийск избран Борис Гонцов. Городские депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. С 2018 года генерал-майор Гонцов работал первым заместителем командующего Восточным округом войск Национальной гвардии Российской Федерации. До этого возглавлял Пермский военный институт внутренних войск МВД, а также был командиром соединения Северо-Кавказского регионального командования. Кизелюрте удалось трудоустроить около 130 человек. В рамках республиканской антикризисной программы Министерство труда заключило договора с предприятиями, которые в период пандемии были вынуждены сократить рабочие места или отправить сотрудников на полставки. Отметим, что заработную плату таким работникам выделяют из федерального и республиканского бюджетов. Сумма на одного работника составляет 15 769 рублей. Жители Кизелярского общества слепых просят о помощи. Их жизнь полна препятствий и трудностей, осознать которые здоровым людям, по их мнению, крайне сложно. И без того тяжелую жизнь незрячих усложняет слишком высокие ступени лестниц, отсутствие ограждения, ровных дорог, беспрепятствий, грязная вода и масса других бытовых трудностей. Алина Багилова увидела проблему в деталях. Воду набираешь, она черная. А иногда не смотришь на эту воду, эту воду и мы пьем тоже. Пусть наладят, вывоз мусора нормально в городе у нас. Обещания, которые дают, они за воду в прошлом году показывали. Вот мы водоемы настроили, порабурили, вода будет круглосуточная. Год прошел, как была вода, так она и есть вода. Все, больше нет. По сути, все, чего они хотят, это безопасность. Но есть ли она? Люди с ослабленным зрением легко могут тут заработать, к примеру, вывих или ушиб. Помогут им в этом многочисленные препятствия. Усугубляет положение отсутствие светофора, дорожных знаков и асфальта. А вот на тропинке есть проблема посерьезнее. Эти столбы могут стать препятствием даже для машин. Они разделили и без того узкую дорожку. Как такое возможно в районе для слепых и слабовидящих? Вопрос риторический. Инвалиды идут, им неохладима поручни, по которым они шли бы. А так они могут уйти налево, направо и потеряться. И эта проблема у нас с 90-х годов, как просто срезали, забрали. И мы не можем просто найти людей, которые бы нам помогли установить эти поручни. Проблемы на этом не заканчиваются. Еще одна острая проблема, по мнению жителей, это мусор. Он находится прямо напротив детской площадки. В дождливое время ни к чему здесь просто не подступиться. Дороги размывают дождем, а мусор не вывозят, заполняя с собой всю территорию. Вот здесь рядом площадка, прямо напротив этой мусорки. Вовремя не вывозят. И чуть когда ветер, полностью мусор бывает на детской площадке. Дети малые, бывают и двухгодовые, и трехлетние. И вот этот мусор прямо в лицо этим детям летит. Мы жильцы собираем, иногда сжигаем. Уже многие годы инвалиды по зрению пытаются донести до городских чиновников и представителей различных ведомств одну простую просьбу. Дать им возможность безопасно передвигаться по улицам, спокойно идти в магазин, переходить дорогу. Ведь для этого не нужны сотни миллионов. Вот мы сами уже собираем свои деньги с пенсии, чтобы здесь также сделать поручни. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Кизлярский район». 30 лет на страже мира и согласия. Министерство по национальной политике и делам религии Дагестана сегодня отмечает свой юбилей. В ноябре 1990 года был создан Государственный комитет по делам национальностей. Главной задачей нового ведомства в тот период было сохранение мира и стабильности в республике на фоне тяжелых общественно-политических процессов. Мы можем с гордостью сегодня говорить, что у нас нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов, и мы по праву этим гордимся. Конечно, это работа не только сотрудников министерства, начиная с 1990 года, но и целиком всего общества. Тех же общественных организаций, некоммерческих организаций, религиозных организаций. Решить многие проблемы в Дагестане тогда удавалось благодаря совместным усилиям власти и духовенства. Это сотрудничество сыграло большую роль и в достижении победы над международными террористами, вторгшимися в Дагестан в 1999 году. И сейчас Миннац и Муфтиат Дагестана совместно проводят большую работу для сохранения мира в регионе. Говоря о взаимодействии Министерства по национальной политике и делам религии с Муфтиатом в республике Дагестан, хочу отметить очень важную работу, которая проводится совместно. На самом деле с Министерством было проведено очень много мероприятий, которые направлены на просвещение нашего населения и на пропаганду духовно-нравственного воспитания. В Каспийске прошло празднование годовщины создания российской морской пехоты. Со дня основания армейских подразделений прошло вот уже 315 лет. На торжественный концерт в кинотеатр Москва съехались представители власти, командование частей, религиозные и общественные деятели. Они поздравили военных с их профессиональным праздником, напомнили им о важности, значимости и большой ответственности, которую они несут во время службы, защищая родную землю. Я благодарю вас за вашу родную службу, за то, что вы делаете, овладевая мастерством военным и желая, чтобы мирное небо, которое делаем в первую очередь мы с вами, оно было вечно. И нам никогда с вами не пришлось заниматься вопросами вооруженной борьбы, особенно на нашем прикаспийском и прессорном направлении. Спасибо вам. В ходе торжественного мероприятия отличившимся военным вручили награды и грамоты. Легендарные морпехи считаются элитой береговых войск, выполняя задачи по охране военно-морских баз и важных участков побережья. В России подорожали продукты, об этом сообщает Росстат. Заметнее всего подорожали сладости – сахар, мед, конфеты и шоколад. Резко выросли цены на масло, крупы, макароны и другие продукты первой необходимости. Хлебобулочные изделия стали дороже на 6,8%. Мясо и мясопродукты подорожали на 2%. По словам экспертов, цены на продовольствие в этом году формировали ослабление рубля, урожайность, объемы производства и ажиотажный спрос на фоне самоизоляции. Власти Дагестана направят 200 млн. рублей на ремонт школ в 2021 году. Об этом стало известно на прошедшей накануне сессии Народного собрания Республики. Доходы за этот период выросли более чем на 4 млрд. рублей. Также был увеличен фонд оплаты труда для работников бюджетной сферы на реализацию проекта «100 школ». Подразумевающий ремонт общеобразовательных учреждений выделят 200 млн. рублей. Такую же сумму планируется направить на проект «Местные инициативы», основной целью которого является развитие общественной инфраструктуры. И к новостям в спортивном. Расул Магомедов прошел в полуфинал первенства Европы по боксу среди юношей, проходившим в Болгарии. Об этом сообщили в Республиканском министерстве спорта. Воспитанник дагестанской школы бокса, выступающий в весовой категории до 46 кг, победил украинца Максима Алтуняна. В полуфинале Расул Магомедов встретится с румыном Ианутом Павлом. Поединок пройдет 30 ноября. Отметим, что финал весовой категории до 46 кг состоится 2 декабря. И таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин